друзья приступаем к ВТО английской резинки для многих расчет петель для изделия связанного именно английской резинкой вызывает просто непроходимый барьер давайте посмотрим как сделать правильно расчет нет я не буду употреблять слово правильно я вам скажу так давайте рассмотрим как нам сделать с вами ВТО английской резинкой так чтобы вы получили результат именно такой который заложили по выкройке именно такой который вы хотите видеть в своем конечном изделии я вам покажу как это делаю я в результате чего получаю четко запрогнозированный результат такой какой например вы можете видеть на этом длинном кардигане в пол который остается кардиганом в пол после многочисленных стирок длительного ношения он все равно остается кардиганом в пол для того чтобы понять как нам это сделать нужно понимать что мы имеем дело с резинкой причем очень эластичной резинкой эта резинка тянется как вдоль так и поперек первое что нам с вами потребуется это образец образец достаточно большой я делаю всегда лучше связать большой образец для того чтобы у вас не было неожиданных результатов второй момент важно понимать какой длины будет ваше изделие это тоже важно а потому что на длину изделия и на вытягивание изделия в длину еще и влияет вес самого изделия то есть чем длиннее изделие тем больше вес это же логично вы согласны со мной итак начинаем отпаривать вначале просто отпариваем и отпариваем свой образец под мощной струей пара обеих сторон образец объемный как видите свой объем абсолютно никак не теряет теперь вспоминаем собственно говоря законы физики их никто не отменял особенно их никто не отменял вязание ну во первых так как петли у нас английской резинки как видите они крупные в них много воздуха они воздушные петля заполнена соответственно чем длиннее изделие тем больше будет вытягивание в длину просто под весом второй момент чем шире деталь тем меньше она вытянется в длину но она потянется еще и в ширину так например при узких деталях например когда мы вяжем те же самые шарфы английская резинка они больше вытягиваются в длину когда мы вяжем с вами свитера английская резинка если вы замечали то деталь переда и спинки как правило вытягивается в ширину и наоборот деталь рукава очень сильно вытягивается в длину после того как вы отпарили вашу деталь возьмите и растягивайте ее хорошенько руками и отпарим ее еще раз для того чтобы зафиксировать результат потому что после того как вы изделие постираете после того как вы изделие наденете и будете носить ваше изделие в любом случае начнет тянуться до максимально допустимой границы какая это максимально допустимая граница у шерсти и хлопка например она разная сейчас мы рассматриваем образец конкретно из шерсти потому что если мы будем вязать из хлопка то здесь принцип отпаривания будет совершенно иным сейчас у меня стопроцентная шерсть и мы рассматриваем конкретно из шерсти и так я еще раз отпарила и еще раз вытянула и вот теперь мой образец получил свой конечный результат мне не нужно его растягивать больше мне не нужно его сжимать потому что именно таким он и будет во время ношения теперь я могу его измерить и так мой образец был 80 на 120 внутри у меня маркировочная нить я просто измеряю свой образец от края до края по центру ширину и высоту и в нашу машинную пробу или ручную пробу это абсолютно не важно потому что английская резинка для машины и для спиц а выполняется и измеряется и делается в этого и стирка абсолютно одинаково если вы думаете что мы сделали полностью машинную пробу на свитер вы ошибаетесь машину пробу мы пока что сделали только для детали переда и спинки для того чтобы не получилось так что связали изделие с передом и спинка все хорошо они четко той длины которую вы задали как длинную что-то пошло не так нужно вытянуть вот так ваш образец и снять новую машину пробу теперь уже для рукава и вот теперь ваше изделие будет абсолютно идеально и четко соответствовать выкройке пробуйте и наслаждайтесь полученным результатом с вами была школа вязания лорейн волхарт и если вам понравилось это видео а оно не может вам не понравится как только вы попробуете сделать все то же самое и связать точное изделие по своей выкройке подписывайтесь на наш канал находите нас в instagram ставьте лайки этому видео пишите ваши комментарии комментарии